Омская область во второй раз принимала чемпионат России по велоспорту на треке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. За медали турнира приехали побороться лучшие гонщики планеты из 11 регионов страны. Вот эта традиция, хочется, чтобы она шла и дальше, и количество регионов, количество участников у нас росло. Предолимпийский год для наших спортсменов выдался куда более насыщенным, чем олимпийский. Так считают и сами гонщики, и старший тренер сборной России по велоспорту Екатерина Мухортова. Основная причина – грядущая Олимпиада в Бразилии. Поэтому ребята активно выступают на международных стартах, чтобы завоевать олимпийские лицензии и обеспечить себе право на поездку в Рио-де-Жанейро. Мы здесь не ждали супер каких-то рекордов, потому что это сейчас окончание сезона. И, как я уже говорила, шестого мы улетели в Африку, прилетели. Ребята на день побыли в Москве, выспались, улетели в Европу, на день заехали домой и прилетели сюда. И учитывая то, что они выступали на шоссе, а здесь трек совсем другие дисциплины, тут супер рекордов каких-то, но результаты нас очень устраивает. Устроил результат и главного триумфатора нашего чемпионата. Встречайте, рекордсмен планеты, двукратный чемпион мира на треке Алексей Обыденов. Именно на Омской земле Алексею удалось прервать серебряный замкнутый круг и завоевать долгожданное золото в индивидуальной гонке-преследовании на 3000 метров. Результатом мы очень сильно доволены, местом и результатом, так как последние, предыдущие два чемпионата России были для меня без золота, как ни парадоксально. То есть, как вот на треке в том году, полтора года назад чемпионат мира выиграл, прям вот отрезало и все, прям вот какая-то несудьба была. Но это все, как бы и соперники тоже виноваты, в хорошем смысле, потому что у меня внутри страны очень сильная конкуренция, очень хорошие ребята, мои друзья, соперники, именно в моем классе. Первый звонок вы кому сделали? Ну, жене, жене, конечно, потому что она тоже очень сильно переживала. В этой же дисциплине у женщины отметим победу Ксении Севастьяновой. Несмотря на то, что спортсменка выступает за Тюменскую область, тренируется и проживает в Омске. Нас готовили к чемпионату мира, участвовала. Я, конечно, там ничего особого не заняла, но я в десятки попала. Вот, соответственно, поэтому у нас была такая подготовка, мы были в Италии, и нас очень так, тренер сборной очень хорошо подготовил. И поэтому у нас у всех результаты, вот он, хороший показали на чемпионате мира и здесь. И я здесь показала хороший очень результат. Участники и тренеры нашей национальной сборной остались довольны не только результатами состязаний, но и омским велотреком. Спортивному комплексу чуть больше года, а он уже успел стать родным для многих российских спортсменов. Ну, омский велотрек – очень замечательный трек, он построен по международным стандартам. Я уже в том году говорила, в принципе, когда здесь находишься, Если бы не надписи на русском языке, то что в Италии, что в Голландии, они вот стандартный международный трек. Мы тут уже не первый год, и мы приехали сюда на сбор, все отлично, живем рядом, тренироваться, пожалуйста, в любое время приходите. Все очень так, получилось, что как бы ничем неограниченным мы были, ни во времени, ни в время трека, все дают, все разрешают очень хорошо. После чемпионата России у гонщиков найдется время для того, чтобы набраться сил, однако пауза будет недолгой. Уже с ноября стартует подготовка к новому сезону. В марте участие в итальянском чемпионате, ну а затем финишная прямая – Олимпиада в Бразилии, на которую, к слову, нужно еще отобраться.